Вторая структура мозга, а вернее группа структур, задействованная в регуляции негативных эффектов, это лимбическая система. Основные блоки этой лекции это описание круга папица, схема функционирования лимбической системы, синдром Клювера-Бюсси, структуры, регулирующие проявление страха и агрессии и описание системы, обеспечивающие проявление страха и агрессии. Лимбическая система головного мозга это группа взаимосвязанных структур, окружающих ствол мозга. Ее можно увидеть еще на первых рисунках нейроанатомов. Впервые данная система была выделена на основании именно своего анатомического положения. Одним из первых авторов, детально описавших лимбическую систему в XIX веке, был Поль Брака, более известный за открытие одноименной его имени, зоны, отвечающей за речь. Лимбус, название лимбической системы, значит край. И все структуры лимбической системы действительно располагаются по краю мозолистого тела, соединяющего два полушария, обрамляя это мозолистое тело сверху и, соответственно, снизу. Сверху мозолистого тела располагается цингулярная кора, относящаяся филогенетически к старой коре головного мозга или аллокортексу. Снизу мозолистого тела проходит гиппокамп и свод мозга и другие структуры, входящие в так называемый обонятельный мозг. Именно под этим названием, вторым названием, выделил лимбическую систему Поль Брака. Структуры обонятельного мозга так называются, потому что они получают прямые сигналы от обонятельной луковицы. В 20 веке лимбическая система была выделена уже на основании своих функций, а не только анатомии, и морфо-функциональных связей. Ее открытие и детальное описание чаще всего связывают с работами Джеймса Папетса, который описал кольцо связей, соединяющих структуры лимбической системы. Сейчас известно, что за несколько лет до него это было сделано морфологом Крисфердом Якобом. На его схеме, на мой взгляд, гораздо более показательней, чем на схеме Пайпетса, отображены все волокна, соединяющие лимбическую систему, как и на схеме слева. Давайте их рассмотрим и сопоставим. Поясная кора через цингулярный тракт проецируется на энторинальную кору и гиппокамп. Гиппокамп, в свою очередь, через волокна свода, или форникс, проецируется в гипоталамус и мамиллярные тела, проходя мимо прозрачной перегородки, или ядер прозрачной перегородки, септум пилюцидум. Вот она здесь, перед форниксом, под мозолистым телом. Итак, мы дошли до мамиллярных тел. Мамиллярные тела через пучок вигдозира проецируются в передний таламус, который, в свою очередь, через таламокортикальные волокна, они здесь показаны такой радиацией, проецируется обратно в лобные доли коры и поясную извилину. Джеймс Паппетс предполагал, что функцией лимбической системы является не обоняние, а специфическое восприятие интероцептивных или висцеральных сигналов организма, что делает ее важным центром эмоций. С этой точки зрения, мамилотоламический тракт является проекцией для интероцептивных раздражений, то есть раздражений, поступающих изнутри тела. А циргулярная кора как бы является первичной афферентной зоной, необходимой для восприятия эмоций, а именно аффективной составляющей эмоций, за счет восприятия внутренних раздражений от тела. Вспомните теории эмоций, которые господствовали во времена, когда эта система была открыта, и все станет понятно. Сходных представлений с папицем придерживался и другой известный морфолог того времени – Пол Иван Яковлев. Кстати, наш с вами соотечественник и, как классически говорят в такой ситуации, ученик Павлова. Правда, во время революции он уехал в Европу, а потом в Америку. Пол Яковлев предложил схему разделения мозга на три связанных системы. Функционально отвечающие за разные моторные проявления. Работу внутренних органов – интерфактив сфер. Работу поперечно-полосатых мышц – афферент сфер, то есть все наши внешние движения в среде. И сочетание их работы. Сочетание внутренних чувств организма с тем, что он делает во внешней среде. Это Пол Яковлев и назвал эмоциями. Поэтому мезопалиум по Яковлеву отвечает за сферу ex-motions – сфера выражения внутренних чувств вовне. В этой схеме большая часть круга папица относится к структурам, регулирующим работу внутренних органов. Как видите, черным здесь отмечен энтопалиум. И в него как раз входит обонятельный мозг. Но сюда же входит и гипоталамус, и средний мозг, и автономная нервная система. Которые, как мы видели в предыдущих лекциях, связаны с демонстрацией агрессии и страха. А вот курковая часть лимбической системы – лимбическая доля – здесь относится к структурам, отвечающим за проявление эмоций. Но наиболее популярная и до настоящего времени известная теория – это концепция триединого мозга Пола Маклина. Маклин был известным морфологом своего времени. И в этой концепции он впервые в широкий обиход ввел термин «лимбической эмоциональной системы». Маклин в своей концепции триединого мозга, или тройного мозга, как и Яковлев говорит о трех блоках взаимосвязанных структур, отвечающих за разные физиологические функции. Так называемый R-комплекс, или рептильный комплекс, структуры мозгового ствола и базальные ядра, в которых заложены врожденные моторные координации. Лимбическая система, или Paleo-Mammalian Brain у Маклина – мозг древних млекопитающих. Ответственна за более сложные социальные функции. В нее как раз входит лимбическая кора и структуры круга папица. И неокортекс, или проекционные и ассоциативные зоны неокортекса – новой коры млекопитающих. Удаление цингулярной коры у обезьян в опытах Маклина вызывало у животных нарушение мимики, звукоизвлечения и специфические изменения в социальной сфере. Что позволило ему сделать вывод, что лимбическая система специфически связана с такими функциями, как самосохранение и продолжение рода. Но лимбическая система по Маклину не является гомогенной. И также состоит из трех разделов с несколько различными функциями. Здесь выдержка из его книги «Trium Brain» с этими разделами. В каждом разделе есть основная структура и окружающие ее вторичные структуры, связанные с ней. Первый раздел включает в себя миндалину и отвечает за питание и нападение. Второй раздел включает в себя ядра перегородки и связан с половым поведением. Третий раздел – это цингулярная кора. Здесь отмечены цифры 3. И передний таламус – AT. Маклин связывал эти структуры и связи между ними с материнским поведением животных. Таким образом, в лимбической системе, связанной с эмоциональной сферой поведения, также можно выделить отдельные функциональные блоки. К этому мы еще вернемся в следующей лекции. А сейчас сосредоточимся на роли этих блоков в проявлении негативных аффектов. Начнем с одного из первых неврологических наблюдений о роли височной доли в эмоциональной сфере животных. В 1939 году Генрихом Клювером и Полом Бюсси была опубликована статья о так называемой психической слепоте или зрительной агнозии у обезьян, развивавшейся после удаления височных долей головного мозга. Которые со зрением до этого никто не связывал. При сохранном зрении животные как будто не узнавали предъявляемые им предметы. Более того, большинство предметов животные тащили в рот и пытались попробовать на вкус. Пример вы можете увидеть на этой картинке уже из другой работы. Животные до этого достаточно агрессивные. Клювер и Бюсси работали с макаками. После удаления височной доли становились очень спокойными, даже, как описано в статье, ручными. Много ели, с интересом следили за всеми предметами в своем окружении и демонстрировали повышенное сексуальное поведение, даже находясь в клетке в одиночестве. Здесь вы видите пример поведения такого животного по отношению к игрушечной модели змеи. По отношению к которой все макаки в норме, да и все обезьяны вообще, в норме демонстрируют врожденный страх. Животное, наоборот, было заинтересовано в этом объекте и пыталось схватить его и даже попробовать на вкус. Таким образом, по результатам этих экспериментов было сформулировано представление о синдроме Клювера-Бюсси, развивающемся после лоботомии височной доли. Описывается он следующими симптомами. Это, в первую очередь, зрительная агнозия, или psychic blindness, гиперфагия, то есть животные много едят, гиперсексуальность и изменение эмоциональной сферы, которые проще всего запомнить и чаще всего описывают как 3H. Первое H – это hyperorality, или гипероральность, когда животные пытаются попробовать все внешние объекты на вкус, даже несъедобные. Второе – это hypermetamorphosis, гиперметаморфоз, или, как я здесь перевел, это гиперреактивность, когда животное внимательно следит за всеми предметами в его окружении, не испытывая никакого страха, а демонстрируя повышенную ориентировочно-исследовательскую реакцию по отношению ко всему. И третье H – hypomania, или гипомония, эмоциональное притупление, сниженная эмоциональная реакция. Важно, что эта сниженная эмоциональная реакция наблюдается в первую очередь в отношении негативных стимулов. Часто упрощенно говорят, что животные после удаления височной доли как будто бы вообще теряют страх. Стоит отметить, что интерпретация этих симптомов в значительной степени затрудняется тем, что повреждению в этих экспериментах подвергались сразу несколько структур лимбической системы. Представим, что мы удалили всю височную долю. Это и переформная кора, и миндалина в передней части височной доли, и гиппокамп внутри височной доли, и даже ассоциативные структуры коры, которые я здесь привел на картинке, отвечающие за высокоуровневый анализ зрительной информации, так называемый вентральный поток анализа зрительной информации под названием «что», связанный как раз со зрительным распознаванием предметов. Впрочем, дальнейшие эксперименты показали, что многие из описанных симптомов связаны как раз с удалением миндалины. В работах Шрайнера и Клинга удаление миндалины исследовалось на кошках. И приводило оно к двум основным эффектам. С одной стороны, это нарушение способности обучаться в модели условной реакции активного избегания. По этой картинке из статьи вы видите, что количество проб для выработки условно-рефлекторной реакции значительно возрастало по сравнению с контрольной группой и группой, у которой разрушению подверглась сингулярная кора. Это можно рассматривать как нарушение формирования выученной реакции страха или нарушение именно формирования страха у животных в эксперименте. Дело в том, что если реакция уже была выработана к моменту удаления миндалины, она оставалась неизменной. Второй эффект разрушения миндалины это все те же нарушения в аффективной сфере, которые выделили Клювер и Бюсси. Авторы описывают поведение животных в течение первого послеоперационного месяца следующим образом. Цитата. Животные выглядели возбужденными и демонстрировали повышенный интерес к любой активности, происходившей вокруг них в лаборатории. Сами они были беспокойными и исследовали любые объекты, находившиеся в их поле внимания, живые и неживые, связанные с болевыми или приятными ощущениями. В первую очередь, животные становились гораздо более ручными. Во-вторых, животные демонстрировали повышенные пороги тактильных болевых ощущений, вызывающих ярость, и усиление реакции удовольствия, когда их гладили. Но через месяц после операции участие животных, наоборот, увеличилась агрессивность по отношению к экспериментатору. У большинства же появился другой яркий эффект, отображенный как раз на фотографиях из статьи. Резкое увеличение сексуального поведения. Кошки не только не боялись других животных в лаборатории, но и пытались спариться с ними. Также пытались спариться друг с другом. Здесь показан странный феномен, когда три или четыре самца пытаются спариться. Таким образом, наряду со снижением страха и агрессии, удаление миндалины приводит еще к ряду парадоксальных эффектов, не получивших должного объяснения. Это гиперсексуальность и увеличение реакции на положительные стимулы. Если же говорить об основных поведенческих эффектах, после этих экспериментов за миндалиной прочно закрепилась роль структуры, усиливающей страх и агрессивное поведение. Но с точки зрения общей логики, лимбическая система, как надстройка над гипоталамусом, должна контролировать агрессию и страх, а не усиливать их. То есть, не только увеличивать, но и снижать проявление негативных аффектов. Самые известные данные по структурам, тормозящим проявления агрессивной реакции, какими предположительно и должны были быть структуры лимбической системы, получены испанским физиологом Хосе Дель Гада в 60-70-е годы. Мы уже говорили о его экспериментах с изучением стимуляции мозга у свободно-подвижных животных при их содержании в вольере в социуме. Одним из интересных экспериментов с точки зрения контроля агрессии был опыт, когда агрессивному самцу макаке были имплантированы электроды в область переднего таламуса. И в камеру, где он содержался с другими животными, был помещен рычаг, включающий стимуляцию. Одна из самок, находившихся в вольере вместе с этим самцом, достаточно быстро научилась останавливать его агрессию с помощью нажатия на этот рычаг. Что сказать, опыты Дель Гада всегда были зрелищными, но достаточно плохо задокументированными. Самый, пожалуй, известный его эксперимент вы можете увидеть во многих учебниках картинки из него. Но довольно скудные данные о нем опубликованы только на испанском языке и переведены только совсем недавно вот в этой публикации, которая здесь приведена в левом нижнем углу. В данном эксперименте Дель Гада имплантировал двум агрессивным быкам для кориды телеметрическое устройство стимуляции и электроды в хвостатое ядро базальных ядер и передний таламус. Здесь выдержка из статьи. Стимуляция этих зон давала возможность остановить быка прямо в момент атаки на Ториадора. Как описывает сам Дель Гада и как показано на этой известной фотографии, он имел возможность сам проверить эффективность этого устройства. Здесь на арене находится сам Дель Гада, что он и описывает в данной работе. В данном случае, однако, непонятно, воздействовала ли стимуляция переднего таламуса на аффективную внутреннюю составляющую ярости или просто останавливала внешний моторный ответ, как в случае с ложной яростью и истинной яростью у кошки. Тем не менее, опыты Дель Гада это самая яркая демонстрация того, что раздражение определенных мозговых структур может вызывать снижение агрессивности. Гораздо больше данных в этой области связано с разрушением мозговых структур. Так, с торможением негативных аффектов долгое время связывали ядра перегородки или септум. Как вы видите на рисунке из статьи Брейди, септум располагается между сводом, форниксом, волокнами из гиппокампа и мозолистым телом. Вот эта область. В данном опыте у крыс разрушали как сам септум, так и цингулярную кору, которая располагается здесь же, над мозолистым телом. Это морфоконтроль из группы, где преимущественному разрушению подвергался септум, но вы видите, что не только септум на самом деле. И даже форникс у многих животных здесь был задет. А здесь группа, у которой преимущественному повреждению подвергалась цингулярная кора прямо над мозолистым телом. Это как бы группа активного контроля. Если животные с повреждением цингулярной коры, они показаны здесь пунктиром, практически не отличались от контроля по так называемой стартл-реакции или реакции вздрагивания на резкий звук и другим показателям эмоциональной реактивности. Это приоперационные данные, это послеоперационные данные, дни после операции. Итак, если группа активного контроля практически не отличалась от контроля, то животные с поврежденным септумом демонстрировали значительное повышение страха и агрессивного поведения. Особенно в первые недели после операции. В дальнейшем этот эффект несколько нивелировался. Как описано в этой выдержке из статьи, любые попытки взять животное из клетки сопровождались атаками на экспериментатора и прыжками по комнате. Когда животные находились вместе в клетке, они без остановки дрались друг с другом. Еще раз, подобные изменения поведения наблюдались при повреждении ядер перегородки, но не цингулярной коры. Здесь остается неясным, насколько большой вклад в эти изменения вносит повреждение самого септума или проходящего рядом с ним свода, главного тракта лимбической системы. Интересно, что нарушения развития септума до сих пор пытаются связать с нарушением контроля поведения у человека, антисоциальным и криминальным поведением. Что же касается цингулярной коры, то экспериментально удалось показать ее достаточно сложную связь, но не с агрессией, а с реакцией страха. Был показан двоякий эффект. Только ее передняя субколозальная часть в большинстве экспериментов демонстрировала способность подавлять активность животных, что возможно было связано с потенцированием реакции замирания. А верхняя дарсальная часть усиливала активность, что возможно связано с обратным эффектом. в специальных экспериментах Макклири было показано, что удаление этих зон приводит к противоположным поведенческим эффектам. удаление субколозальной или тормозящей зоны снижает реакцию замирания или reactive freezing, как здесь показано. и улучшает способность к выработке активного избегания, когда животное в ответ на звук сочетаемый с ударом тока должно не замереть, а перейти в другой отсек, чтобы избежать этого удара. В свою очередь удаление верхней цингулярной извилины усиливает страх и замирание и, разумеется, увеличивает воспроизведение в парадигме пассивного избегания и ухудшает его в парадигме активного избегания, что вы можете увидеть здесь на рисунке из статьи Макклири. Это количество проб в парадигме активного избегания до достижения критерия обученности. Это контрольные животные от 100 до 150 проб. Это животные с разрушением субколозальной зоны, а это животные с разрушением цингулярной коры. У них значительно больше проб до достижения критерия выученности в модели активного избегания. Достаточно интересный эффект на реакцию страха был показан и при разрушении другой структуры лимбической системы гиппокампа. Так у крыс с практически полностью разрушенным гиппокампом выработка реакции активного избегания значительно ускорялась по сравнению с контрольными животными. гиппокампом как видите если контрольным животным для выработки двустороннего условно-рефлекторного избегания требовалось около 100-130 проб то животные без гиппокампа формируют сходную реакцию за 20-40-60 проб. В нашей стране сходные данные были получены в исследованиях Марина Леонидовна Пигаревой. Данный феномен представляет значительный интерес с точки зрения функционирования лимбической системы но до сих пор не получил должного объяснения с точки зрения регуляции агрессии и страха гиппокампом. В наибольшей степени конечно регуляцию агрессии и страха среди всех структур лимбической системы связывают с миндалиной поэтому вернемся к ней. Мы уже говорили что миндалина и гипоталамус каким-то образом связаны с регуляцией страха и агрессии и по всей видимости образуют функциональную систему. Изучению этой системы были посвящены опыты Ханспергера с комбинированным разрушением и раздражением структур мозга. Здесь показан стресс мозга стрелкой показана зона стимуляции а белыми областями зона разрушения. Это три структуры на которых сконцентрировались авторы данного исследования. Центральное серое вещество среднего мозга или переакведуктал грей обычная аббревиатура ПАГ английский перифорникальный латеральный гипоталамус здесь он под цифрой 2 и миндалина под цифрой 3. Комбинированные эксперименты с разрушением и стимуляцией показали что при раздражении миндалины у кошек преимущественно наблюдается реакция шипения и ярости в то время как из ниже лежащих зон при их раздражении можно вызвать как такую же реакцию ярости так и отличающуюся от нее реакцию побега об этом мы с вами уже знаем при разрушении зоны в среднем мозге ПАГ соответствующей реакции не получается вызвать ни при стимуляции гипоталамуса ни при стимуляции миндалины но если разрушить гипоталамус то есть центрального серого вещества среднего мозга реакции вызываются то же самое и с миндалиной без нее реакция может быть вызвана из обоих нижележащих уровней однако интересно что само удаление миндалины в этих экспериментах не вызывало никакого изменения аффективной сферы животных в отличие от выше описанных экспериментов Клювера Бюсси поэтому авторы данного исследования заключают что теория Барда о регуляторном воздействии миндалины на гипоталамус никак не подтверждается в то же время авторы заключают что система оборонительного поведения организована на трех уровнях в переднем мозге это миндалина в промежуточном мозге это гипоталамус и в среднем мозге центральное серое вещество при этом возбуждение необходимое для инициации реакции может возникать на каждом из этих трех уровней и не связано только лишь с миндалиной до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...